Идалище большевизма Коммунистами быть не может никакого Никаких соглашений, никаких надежд То, что это продажные твари в верхних слоях И то, что это кромешные идиоты в нижних слоях Это совершенно несомненно Но важно рассмотреть истоки всего этого безобразия Есть истоки 19 века По статье Ульянова Ленина Бланка В памяти Герцена можно восстановить эти истоки Они там превозносятся, мы их должны разоблачать Декабристы, Герцен и так далее Вся эта тенденция на разрушение русского государства Должна быть разоблачена Но 20 век у нас остается под цензурным запретом Архивы закрыты Личным распоряжением коммуниста Путина Личным распоряжением коммуниста Ельцина Вся эта коммунистическая тайна Должна быть вывернута наружу К сожалению, время для этого не пришло Но достаточно исторической информации Достаточно Достаточно статистики Достаточно интеллектуальных усилий Русских мудрецов, скажем так К сожалению, историческая наука Официозная этим не занимается Потому что это невыгодно Потому что это недиссертабельно Как раньше говорили И поэтому разоблачением коммунизма Идалище коммунизма занимаются энтузиасты И вот одним из энтузиастов является Дмитрий Крайнев Который выпустил вот такую обширную монографию Серьезнейшая монография Идалище большевизма Освобождение или небытие Здесь совершенно правильно дано название Освобождение или небытие Потому что из большевизма Из коммунизма Проистекают все наши Абсолютно все наши беды Все эти мечтания Еще народников Еще либералов 60-х годов 19-го века Все это и является Предвестниками нашей погибели И сейчас мы в этой погибели живем Просто уже тут обустроились И пообвыкли Но если мы хотим жить полноценной жизнью И иметь собственное суверенное русское государство Нам надо избавиться от идолища большевизма И вот Дмитрий Крайнев Не историк Но глубокий человек Который смог собрать Фундаментальную книгу Которую каждый русский человек Должен изучить И поставить на полку И завещать Будущим поколениям Исследовать все это Эту книгу надо читать С маркером в руке И помечать важные места Здесь есть и цифровая информация И аналитическая информация Здесь есть полемика С различными умниками Скажем так Которые пытаются оправдывать Сталина Здесь есть целый набор разделов Если вы помните Были такие 10 сталинских ударов После войны Это было очень популярно Разложить все операции Великой Отечественной войны Под именем Сталина 10 сталинских ударов Вот якобы этим и разгромили вермахт На самом деле Все это постфактум уже было придумано В целях пропаганды Того чего не было А здесь говорится О 12 сталинских ударах по России И вот каждому такому удару посвящена Отдельная глава Удар Сталина по России Беззаконие в СССР Как базовый принцип государственной власти Второй удар В СССР была создана монопольная система управления обществом Осуществлявшая власть Главным образом через принуждение и насилие Третий удар Героизация абсурда Перипетии сталинской индустриализации Полемика с защитниками Сталина Четвертый удар Коммунисты сломали хребет крестьянству Пятый удар Массовое уничтожение людей По сфабрикованным обвинениям И так далее Не буду здесь очень подробно Есть оглавление В которой детали Потом к которым необходимо вернуться Их можно здесь просмотреть Книга огромная Книга огромная Это больше 650 страниц Почти круглым образом Вот такая толстенная книга Собрано буквально все Что можно действительно собрать Это не то, что автор сел, задумался, открыл Он открыл книги прежде всего Которые уже написаны И он интегрировал знания Которые уже есть И аналитически его соединил В одной мощной монографии Тут есть ссылки Это не просто работа Это работа интеллектуальная и научная Здесь Ну если считать литературу Это конечно меньше Но здесь 4,5 сотни ссылок Ссылок Ну скажем так Если повторяются Одни и те же работы С разными страницами Ну наверное Не менее 200-250 книг Было использовано Книг, статей, статистических данных Были использованы Для того, чтобы написать эту книгу И я считаю, что это интеллектуальный подвиг Человека, который начал с того Чтобы просто своим знакомым, близким Разъяснить, рассеять их Мифологические заблуждения Которые навеяны Либеральной и социалистической Коммунистической пропагандой Которые пытаются Оправдать Вот все то, что сделали с Россией Большевики, коммунисты Ну а теперь и либералы И потом эти отдельные записки Заметки Объединены были Вот в такую замечательную книгу Которая полна иллюстрациями Вот множество Множество иллюстраций Почти на каждой странице Это очень оживляет Книгу И здесь есть сопоставление Большевизма и Российской империи Впрочем, эта тема не самая главная Главное это вот разоблачение Разоблачение идолища Которое вот до сих пор грызет Нашу страну и русский народ В лице последующей Ленина, Сталина И всей когорты вот этих Людей, которые стремились Вовсе не к процветанию нашего народа Вовсе не к обретению им Истинной истории И истинного понимания Своей миссии Своих целей И задач Как локальных, текущих Так и глобальных И исторических Это интеллектуальный Гражданский подвиг Такую книгу создать Я рекомендую всем Каждому, кто увидит Этот ролик Заказать эту книгу Она дорогая Потому что Ее не выпускают издательства Ее не Поставят в книжные магазины Никто не захочет Брать на себя Такую ответственность Тем более, что Реабилитация Сталинизма Идет полным ходом Здесь Сталинизм полностью Разоблачен Для того, чтобы Заказать эту книгу Она будет стоить Больше тысячи рублей Там Тысячи триста Наверное Рублей Примерно так Вместе с Почтовыми Расходами Вам нужно написать По Электронному адресу СТС Черточка Дима Собака Мэйлру СТС Дима Мэйлру Вот Эта Электронная Почта Где вы Пишите Автору Дмитрию Крайневу Пишите Ему Просьбу Прислать Прислать Ему Прислать Эту Книжку Он Вам Объявляет Цену И На какой Счет Переводить Вы Переводите Деньги И получаете В конверте Эту Книгу Массивная Такая Фундаментальная Книга И Вообще Имеет Смысл Историкам Имеет Смысл Работать Над фундаментальными Вопросами Истории И заниматься Мелкотемием К чему Склоняли И в советский Период И сейчас Все превращать В какие-то Мелкие Темы Хотя Фундаментальных Задач У исторической Науки Множество И решают К сожалению Эти задачи Люди Которые Посвятили Себя Какому-то Другому Виду Деятельности И вот Пишут Такие Мощнейшие Могучие Я бы Сказал Книги Это значит Что русский Интеллект Еще не иссяк И он Способен Анализировать И настоящее И будущее И планировать Прошлое В отличие От тех Кто находится У власти Кто не способен Ни на что Не понимать Прошлое Не принимать Важные решения Которые Благодетельствовали Бы страну В настоящем И не представляет Себе будущего Им только Набить карманы Их монетизированные Мозги Ни на что Не способны Давайте Не будем Похожими На них Свои мозги Надо Проветривать От Левацких Сталинских Большевистских Мифах И вырастать Выращивать В себе Именно русское Самосознание Становиться Русским Человеком Слава Руси Господи Спаси